Вы смотрите новости. Сапожное дело старо как мир. Первая обувь появилась в седьмом-восьмом тысячелетии до нашей эры. Сапожников всегда особо чтили. У них есть свой профессиональный праздник. 26 ноября – Международный день сапожников. Им даже посвящали песни. В Злорде тоже немало сапожных дел мастеров. И даже есть династии. Ганеки Бельбеков из такой династии. В 97-м году начал работать сапожником. Это моя мечта с детства – шить обувь. Мой дедушка с маминой стороны был сапожником. Может, это Геной. Дедушки не стало, когда я был маленький, поэтому не смог поучиться у него. Всему научился сам. У меня был сильный интерес. Когда был маленький, любил играть с инструментами дедушки. Представлял, что в будущем я тоже стану сапожником и буду шить различную обувь. Сегодня проблем с обуви нет. На прилавках магазинов по интернету любой фасон на выбор. Но некоторые предпочитают шить на заказ. У Ганиры Спекула тоже есть такие клиенты. Мастер также занимается ремонтом и реставрацией. Пользуясь случаем, я решила взять мастер-класс, так сказать, получить пару уроков у сапожника. В будке его всегда очереди. Прайс приемлемый. Допустим, вот такой мастер можно шить за 5000 тенге. Кстати, мастер узнал свою работу. Эта мастер была шита им три года назад. Теперь их принесли ему на реставрацию. Есть же профессия психолог. Вот работая здесь, столько лет работая с общественностью, мы тоже стали психологами. Знаем, как разговаривать с людьми, какой подход должен быть. Мое дело мне очень нравится. Когда бывает выгорание, иду работать механиком. Но через пару месяцев снова возвращаюсь к делу, который мне по душе. Начинал он свое дело так же, как эти сапожники, на улице. Но работа под открытым небом в холода серьезно подрывает здоровье. Поэтому он открыл свою будку, платит налоги. Мечтает, чтобы помогли организовать сапожный ряд, чтобы все его коллеги тоже сидели в тепле. А еще он терпеливый наставник. У мастера немало учеников. Все не случайные в этой профессии люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова